Высказывайте свое мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены и сними. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я, его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Вы нас сможете видеть и слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com, на нашей фейсбук-страничке Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC, где вы сможете, зайдя на этот наш канал, нажать кнопочку регистрации, и будете получать все наши самые последние, самые новые программы, извещения о поступлении этих программ. В общем, станете полноправными пользователями нашей YouTube-странички. Итак, еще раз номер телефона 847-400-5200. Кстати, те, которые предпочитают использовать свои электронные гаджеты, для того, чтобы слушать наши программы, пожалуйста, загрузите наше бесплатное приложение на ваши iPhone и iPad. Ну, а те, которые пользуются платформой Android, пожалуйста, через ваш браузер выходите на нашу веб-страничку и будете нас видеть и слышать. Ну, а мы будем рады с вами пообщаться. Итак, во-первых, хочу передать привет всем тем, которые вот уже подключились и у нас на Facebook, и к нашему каналу на YouTube. Спасибо огромное за то, что вы нас смотрите, слушаете и участвуете в наших программах. Ну, а те, которые только еще подключаются, добро пожаловать, подключайтесь быстрее, будем общаться. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Перед тем, как я объявлю тему сегодняшней нашей программы, я бы очень хотел сделать такое личное, персональное признание благодарности. Вчера мы с нашими очень близкими друзьями, друзьями в большом количестве, конечно же, отмечали праздник День труда, ну, или День безделия в праздник День труда. И я узнал очень много нового по поводу того, кто все-таки слушает наши передачи, нашу радиоволну. И вы знаете, действительно было очень приятно узнать о том, что нас слушает огромнейшее количество людей разного возраста. Вот это то, что самое главное, что нас слушают и пожилые, и молодые, и, ну, для меня ребята молодые, которым вот сегодня по 50, по 57 лет, это те ребята, с которыми мы очень давно знакомы, очень давно дружим, так как в Америке мы все вот из этой, как говорится, волны эмиграции с 78-го, 79-го, некоторые с 77-го года приехали в эту страну молодыми по 13, по 15 лет, по 17 лет. Так вот, вчера я с огромным удовольствием узнал, что нас слушают не только люди, которые имеют проблемы с английским языком, которые, может быть, не совсем, у которых нет времени, как говорится, следить за новостями в режиме происходящего, но нас также слушают ребята, у которых абсолютно нет никаких проблем с английским языком, и, тем не менее, они тоже слушают наше радио. И вчера я действительно был очень приятно удивлен. Ну, вот, хочу всем этим ребятам передать огромный привет, спасибо за то, что слушаете. Не стесняйтесь, звоните, потому что вчера несколько человек мне сказали, ну, мы бы позвонили, ну, вот как-то стесняемся. Ребята, не стесняйтесь, вы как раз та плеяда, которая сюда приехала в очень молодом возрасте, и очень давно, и вы видели эту страну, которая трансформировалась через все вот эти 40, 41, 42 года, причем уже будучи в сознательном состоянии. Поэтому ваше мнение для меня очень важно, мне просто действительно очень интересно, особенно вот вчера беседовали с друзьями, и, ну, так, мы пытались не превращать наше торжество, наш праздник в политинформацию, но, тем не менее, несколько все-таки вопросов обсудили, пришли к общему консенсусу, так как в основном все ребята, как, в принципе, и нормально, и ожидаемо, все-таки республиканцы. Некоторые более консервативные, некоторые менее консервативные, но, в принципе, все поддерживают идею республиканскую, поэтому очень много было единомышленников. Короче, всем ребятам привет. Вы все знаете, о ком я говорю, те, с которыми я встретился вчера. Ну, и, в общем, добро пожаловать к нам на, в наше шоу, поэтому не стесняйтесь, звоните. Единственное, что, если вы будете звонить, чтобы я не пытался как-то узнать вас по голосу, ну, если захотите, просто скажите ваше имя. Я примерно буду знать, кто, что и почему. Так вот, вчера было очень интересное обсуждение о том, что одна из наших очень близких знакомых сказала, что они в начале лета с целой группой еврейских женщин, по-моему, если я не ошибаюсь, это организация Хадаса, по-моему, ну, неважно, около 300 женщин поехали в Израиль с определенной целью там, посетить саму страну, пообщаться с народом, как говорится, обмен мнениями и так далее. Так вот, одна из моих очень хороших знакомых, она сказала, что они когда прилетели в Израиль, и где-то они были в Иерусалиме, где было очень много плакатов, благодарящих Трампа, во-первых, за то, что он перевел посольство в Иерусалим, ну, и кроме того, которые восхваляли Трампа за его поддержку Израилю и так далее. Так вот, это моя знакомая, вместе со своими подружками, стали фотографировать вот эти плакаты в Израиле. И так интересно, она говорит, было, что вот большинство женщин, с которыми они приехали, начали на них шипеть, начали их, ну, не то что ругать, ругать, но как-то с презрением к этому относиться, вот к этим транспарантам, к этим плакатам. И вот у нас стал такой вопрос, от чего все-таки? Мы очень часто, и я, и Сергей, и мы с Сергеем вместе, мы всегда задаемся этим вопросом, о том, все-таки, почему же евреи настолько рьяно поддерживают именно демократическую партию? Откуда это берется? Откуда растут вот эти вот ноги? И вы знаете, я, мы вот вчера завели этот разговор, и меня осенила такая мысль. Ведь, в принципе, да, евреи испокон веков голосовали за демократов. Они считают, что демократы как-то более либеральные, они более с большим таким снисходительностью, с большей снисходительностью относятся вот к иммигрантам, и они вроде вот как бы нас сюда привезли, и привезли сюда вьетнамскую диаспору, и привезли сюда эфиопскую диаспору. Причем это все даже на моей бытности, потому что мы, когда приехали сюда, в 78-м году, вы знаете, что война вьетнамская закончилась совсем незадолго до этого, и американские евреи, еврейские организации участвовали очень так активно в том, чтобы привезти сюда вьетнамских беженцев, которые там пострадали от военных действий и так далее. То есть это действительно было, и мы как-то всегда удивлялись, почему, если это еврейская организация, почему она так приятно помогает вьетнамцам. Ну, опять же, это было не наше дело, мы в этом не участвовали, мы еще к тому времени не успели сделать какие-либо вклады в американскую казну, я имею в виду в американо-еврейскую казну, поэтому это вроде бы как бы было не наше дело, чем занимались еврейские организации. Но потом, в дальнейшем, когда произошел кризис в Эфиопии, и вот когда еврейские организации начали привозить сюда эфиопцев и платить, то есть как беженцев, я имею в виду, и вот они абсолютно содержали вот эту эфиопскую диаспору здесь же, платя за нее и за медицинские расходы или услуги, и образование, и расселяли их в субсидированных домах, где они платили там какую-то буквально символическую сумму, в то время как, ну вот, допустим, евреи из России, допустим, были, ну, намного, то есть в достаточно печальном состоянии, потому что тогда еще прошло достаточно времени для того, чтобы, как говорится, опериться, для того, чтобы встать на ноги, для того, чтобы работать. Все те, которые, опять же, те, которые приехали сюда в это время, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, и держали нас на пособий намного меньше времени, и пособия само по себе давали намного меньше. В общем, было очень много вопросов, но тем не менее, тем не менее, при всем при этом, американские евреи все равно всегда поддерживали демократическую партию, потому что она была более, ну, вот такая, все включающая, будем говорить так. В то время, как республиканцы, конечно, были более консервативны, республиканцы придерживались немножко более жестких мнений по поводу того, какие льготы должны или не должны получать иммигранты, и если иммигранты, то в каком статусе, будь то беженцы, будь то именно иммигранты, и так далее. Поэтому, конечно же, нас, я вам больше скажу, те, которые здесь давно живут, знают, что в свое время нас всех уговаривали, что мы должны поддерживать демократов, живя в городе Чикаго и живя у нас в русскоговорящей общине, ну, тогда в основном, тогда еще, я говорю, вот в то время, во основном все жили в городской черте, East Rogers Park, West Rogers Park, North Rogers Park, и так далее. И вот нас учили, я очень хорошо помню, как нас призывали поддерживать демократов и поддерживать даже определенных политических деятелей, например, вот уже Джен Чакавский в свое время, и того же Дек Дорбена в свое время, я это очень хорошо помню, и, в принципе, ну, мы тогда, опять же, мы не были настолько политически подкованы, для того, чтобы понять, что, наверное, ну, не все так замечательно с демократической партией, потому что у нас появлялись вопросы, о которых мы, знаете, как вот маленький ребенок, когда вот он на каком-то уровне, на уровне подсознания понимает, что вроде бы что-то не так, в то же время как-то вот вопросы не задает, и, ну, потихонечку плывет по течению, набивая собственные шишки. Ну, вот так и мы, как-то каждый из нас должен был сделать для себя выводы, мы задавали очень много вопросов, мы разговаривали между собой, еще не понимая политики, но мы понимали, что что-то происходит как-то очень странно. Давайте примем пару звонков. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я, меня зовут Роза, я в стране 22 года, и я бы вам пожелала столько лет жизни, если вы приехали в 78-м году, я приехала в 97-м году. И на моей памяти, дай Бог вам, столько хорошего, с каких я знаю евреев, русскоговорящих евреев, выходцев из бывшего Советского Союза, которые ни цента не заплатили в казну Америки, и живут в овощной программе, и ухаживают за своими больными родственниками, и что им государство оплачивает. И вот, конечно, они будут поддерживать демократов. Но я вам скажу другое. Я работала 4 года у одного еврея, его, наверное, его дети так не вспоминают, как я его вспоминаю. Он меня очень многому научил. И вот он мне всегда говорил, если у тебя будет уже возможность голосовать, голосуй только за республиканцев. Я бы часто спрашивала, почему? И он мне говорил, голосуй за республиканцев, потому что, говорит, демократы, это те же коммунисты, что в бывшем Советском Союзе. Так что есть люди, которые вообще ни цента не заработали, вернее, не заплатили в казну Америки. Вот почему они не должны поддерживать демократов? А я никогда не буду поддерживать демократов, потому что я работаю, я из 100, из каждых 100 долларов плачу налоги. Зачем кто-то должен сидеть на моей шее? Извините, если я что-то не так сказала. Вы абсолютно правы, спасибо вам огромное, Роза, вы, конечно же, абсолютно все правильно сказали, спасибо. Я, вы знаете, даже будучи в молодом возрасте, я как-то, честно, никому, никогда не смотрел в карман в том смысле, что вот тот работал, тот не работал, получали, в принципе, нас действительно получается как бы как, нас сюда никто не звал, но тем не менее, раз уж мы приехали, не умирать же нам с голоду. И поэтому, опять же, спасибо огромное этой стране за то, что все-таки приютило нас, пригрело в тот момент. Ведь мы, опять же, уезжая из страны в тот момент, в те годы, мы прекрасно понимали, вернее, мы осознавали, что мы больше никогда обратно не вернемся, мы никогда не увидим своих родственников, которые решили остаться там за, как говорится, за границей, и ехали сюда все-таки сознательно ради определенной цели. И эта цель как ни странно для тех, которые сюда приехали уже после 90-х годов, этой целью никогда не было приехать сюда за колбасой. Сюда ехали люди по очень многим причинам. В основном, это были причины, которые были связаны, конечно же, с антисемитизмом в бывшем Советском Союзе, которые были связаны с квотами в бывшем Советском Союзе, где евреев принимали какой-то определенный, если я не ошибаюсь, по-моему, 2% на вузы, и так далее. Я это хорошо помню, потому что моя сестра вынуждена была уехать, по-моему, если я не ошибаюсь, она в Ригу уехала. Она уехала в Ригу для того, чтобы она в Киеве поступить не могла. Уехала в Ригу, там она поступила. Ну, в общем, это дела такие. Но, тем не менее, сейчас примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, что до вас трудно дозвониться, а я телефон купил только для звонков, для радио. Каждая минута, каждую минуту, если я не дозвонился, у меня теряется. А я купил немного минут, чтобы много не болтать. Так. Да, так вот я вам хотел сказать спасибо, и, пожалуйста, поднимайте мою струбку сразу. Там напишите, что у меня очень ограническая минута. Я хочу вам помочь. Пожалуйста. Не взывайте демократов коммунистами. Вы и выгода это получаете вообще маразм. Дальше. Насчет этих эфиопцев, так? И с этой самой, как ты? Да, да. Снаба, так? Вот. Когда они столько приехали, я узнал. Я посмотрел на наших оленей, все они передавали, что оленей не стало. И вот я видел, как эти эфиопции с этими самыми... Вьетнамцы бегают за оленями. Вот. Короче, сегодня говорят, их больше нет. Я желаю... Это лучше, чем людоедство, понимаете? Да. Да, это лучше. Поэтому я не удивлен. Я просто вам подсказал хорошую вещь. Если у вас еще вопросы, я сейчас любой отвечу. Спасибо большое время. Я не хочу терять ваши ценные минуты, потому что с удовольствием приму еще ваши звонки на другие темы. Но то в отношении того, что не называете демократов коммунистами, вы знаете, я бы их в свое время, вот это то, к чему я начал вести эту передачу, вот когда-то в свое время, я бы никогда не подумал о том, что демократы как-то могут считаться коммунистами. Почему? Потому что да, у них были определенные идеологии. Это были люди, которые считали, что правительство должно быть побольше, что правительство должно, как говорится, держать руку на пульсе, так, чтобы не сказать влазить во все дела. Но при всем при этом, да, поднимались налоги, но при этом как-то две стороны и республиканцы и демократы как-то умели работать, умели что-то решать, решать какие-то проблемы. И для меня в принципе были вещи, с которыми я был не согласен по поводу демократов, но мне действительно в свое время очень нравилось то, что эта страна не дает своим гражданам умирать. я имею ввиду умирать с голоду, умирать от холода и так далее. Поэтому, вот именно из-за этого я считал, что, ну, ладно, с демократией можно как-то смириться, может быть, действительно, налоги поднимают, правительство раздувает, но при всем при этом все-таки социальные программы, хотя, опять же, возьмем Россию, да, вот на сегодняшний день. Россия кричит, мы социальное государство. В чем они, социальное государство, я до сих пор понять не могу, но, ладно, они это кричат, это не мое дело. Так вот, Америка ничего, ни о чем не кричит, но, тем не менее, социальная помощь тут всегда была, в принципе, на должном уровне. Поэтому, у меня к демократам на тот момент таких больших претензий не было. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ребята, благодаря вам мы получаем информацию о том, кто есть кто. И для того, чтобы знать историю демократии и современную, так сказать, конкретную реальность того, чем они занимаются и что кто где сказал и сделал, с нами ведь работали наши преподаватели в этих школах везде, которые говорили, что мы традиционно, мы традиционно демократы. Да. А они традиционно демократы точно так же, как они традиционно читают Тору. Они ее даже, говорится, в руках не держали очень многие. Правда, у евреев в Америке еще, как бы там ни было, иногда в синагогу заходят и там книгу вручают и праздники празднуют. А мы выросли в таком месте. То есть, слово демократ, они с дерьмком. Ну да, это было врачи, которая, в общем-то, ничего за собой не несет позитивного. Мало того, любыми путями у них одна цель. У них цель не помочь, а у них цель быть у власти и делить. Быть вот тем самым, который разводят. и разносит. И больше ничего. К сожалению, очень многие люди, если бы вы не рассказывали о том, кто торговал рабами, если бы вы не рассказали того, кто первый, кто строил стены и так далее, и так далее. То есть, все события, которые были в стране, в которых сегодня обвиняют республиканцы, мы бы думали, что это они ну гады такие. Так что, большое вам спасибо, просвесляйте. Будем с удовольствием впитывать. А кто не поймет, и будет традиционно, ну, таких традиционных бабе ярости. Нет, мы им газ отключим, ничего страшного. Спасибо большое. Дорогие друзья, я сейчас должен остановиться на рекламную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Через несколько минут вернемся и обязательно продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в нашу программу неполиткорректного ток-шоу Сергея Зацепина и Анатолий Червец, ее ведущий. Номер телефона в студии 847-400-5200. Начинаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я, откровенно говоря, подключилась буквально за 5 минут до конца, но я думаю, что, по крайней мере, я могу высказаться по отношению к вашему последнему замечанию, что вы уважали всегда и уважаете эту страну, потому что здесь есть социальные программы. Правильно. Но социальные программы есть только в странах богатых. А построили богатство этой страны капиталисты или республиканцы современные, которые являются продолжателями дела наших отцов-основателей. А те, которые рвут сейчас к власти, социалисты, они, конечно, коммунисты, социалисты, это одно и то же. Они создадут тоталитарную систему, так же, как на Кубе, например, на Венесуэле, и будет все то же самое, что в тех странах. Спасибо большое. Мария, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, скажите, пожалуйста, Анатолий, вот выступала дама, Господи, как она? Роза. Из Массачусетса, которая рвется. Угу. Вы понимаете, о ком я говорю, да? Вы имеете в виду кто? Элизабет Ван? Как вы сказали? Элизабет Воррен? Да, да, вот она. Так. Она заявила, что если она придет к власти, она займется полной перестройкой инфраструктуры. Угу. И она воскликнула, вы согласны со мной? Угу. Да, а что же она имеет в виду? Что значит перестройка инфраструктуры такой страны? Это что, разломать все? Ну, я вам скажу, она, спасибо вам огромное, спасибо. Добрый день, вру в эфире. Добрый день. Добрый. Я просто услышал чуть-чуть обрывками там обеженцев шла, тем более о Пифиопе. Я просто рекомендую посмотреть новый фильм Red Sea Diving Research. Это операции вывоза Эфиопии, евреев. Да, да, да. Довольно такой вот исторический, я многих фактов не знал, я думал, что какая-то военная операция, а на самом деле это было чисто как волонтерская работа сначала. И меня очень поразила фраза, когда обратились к американскому послу в Судане для помощи, чтобы он транспортный самолет выделил, там срочно надо было вывозить или погибнуть. И он схватился за телефонную трубку, а ему израильтяне говорит, вы знаете, перед тем, как вы будете звонить, примите решение или войдите в историю как порядочный человек или как чинуша типа такого, что вы позвоните за инструкциями. Тот выбрал первый вариант. Ну, я очень хорошо помню, когда сюда начали привозить Эфиопцев, конечно же, там войны там не было, но там действительно была страшнейшая ситуация, они просто вымирали с сотнями. А там геноцид просто был? там был геноцид, там был голод и болезни и все это. То есть, я понимаю желание помочь народу. Проблема просто в том, что все-таки, наверное, нужно как-то даже на то время, нужно было все-таки больше времени потратить на то, чтобы изучить вообще сущность народа Эфиопии. Почему? Потому что я потом лично столкнулся с вещами, я жил с родителями в одном из высотных домов Чикаго, куда расселили вот очень много эфиопских семей, и получилось так, что мы, как бы, вот, и американцы, и русские, и те, которые там жили, мы попали в третий мир, просто, вот мы попали, нас не эфиопцев привезли в Америку, а нас просто окунули в проблему Эфиопии, вот, не знаю, зачем это нужно было Америке, я понимаю, опять же, гуманитарная помощь, но то, что эфиопцы здесь так никогда и не ассимилировались, и жили здесь так же, как они жили, там они другого не знали, у них не было достаточно образования, чтобы как-то, ну, все-таки ассимилироваться, и поэтому, действительно, это была страшная вещь, потому что они уничтожали, просто уничтожали дома, районы, вот, квартиры, в которых они селились, спасибо большое, добрый день, вы в эфире. Добрый день, позвольте мне этой даме ответить, которая говорит, она не знает, с какой программой, Обама шел с программой Change, и этим словом, то есть, у людей была потребность поменять что-то, все поменять, и они понадеялись на то, что у него, кроме слова, еще в голове есть что-то, кроме накины, знаете, и на это поддались, вот то же самое сейчас делают и все остальные, они обещают, обещают изменить, обещают, демократы действуют иначе, некоторые, они запугивают, причем запугивают по самым больным местам, и лишатся медикера, и то, что люди лишатся, да они лишатся, они лишатся благодаря демократам, потому что демократы уже ихними деньгами распорядились так, что очень многие не могут получить жизненно важной, важной помощи, так что, когда люди говорят ни о чем, нужно такое сразу, отключать и не ждать какой-нибудь было ясно. Спасибо большое, добрый день, вы в эфире, А я, например, от вашей программы получил субботу двойное удовольствие, когда повторные передачи, жене так понравилось, что она осталась на кухне слушать, но поскольку женщина не может сидеть на кухне, сложа руки, вы меня слышите? Я организовал делать сырники с изюмом, вы же представляете? Я не признаю, я могу все представить. Спасибо вам огромное. Ну, в следующий раз, когда жена напечет там сырников, принесите, дайте хоть попробовать. Добрый день, вы в эфире. Адет и другие. Знаете, когда наш бывший президент Обама откричал о Американской реформе, обамакер, и все эти мы как говорили, ничего больше, лучше, чего нельзя придумать. Это все самое лучшее, и все будут иметь иншуренс, и будут очень дешево. Но когда оказалось на практике, что люди, которые работают в миддл-класс, не у себя опордают, а все, которые ничего не делают, безработные, которые не хотят работать, получили иншуренс, оказалось, что сейчас новые уже претенденты в президента демократов кричат всем другое. Они забыли о бабамке, уже такого нету. Хотя, когда спросили у Сандерса, было с ним интервью, спросили, что вы предлагаете, как это будет? Ну да, будет на детей для всех, соответственно, все будут покрыты иншуренсом. Ну а защитил, честно, в отличие от других, мы будем те деньги, которые вы тратите сейчас на иншуренс, которые вы тратите на заданку, у вас будут брать вашу зарплату, будут брать. Ну да, так, чтобы было вернее. Налоги, налоги. Да, да. Получается, ходишь, не ходишь, получается, тебе будет, государство тебя заберет, опять же, те, кто ничего не делает, они будут, получаются, бесплатно. А те, кто пашут, ты хоть сейчас имеешь право выбора, хочешь да, хочешь нет. А то просто тебя заберут столько денег, и все. Понимаете, люди даже об этом не думают. Те, кто работает, они понимают, не слышат и все, потому что не слышат о том, что обезработаем на одном месте, понимаете, ой, извини, так говорю. Нормально, Да, им все равно, абсолютно, они привыкли, им нужна шара, 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 шара. К сожалению. Абсолютно, бесплатно, больше ничего им не нужно. Спасибо большое, спасибо. Вы понимаете, значит, две вещи, которые я хотел бы, как говорится, отреагировать на которые. Во-первых, насчет Обама Керр. Вы знаете, те, которые слушали последние, хотя я знаю, что люди старались не тратить свое время на вот эти дебаты, слушания дебатов, я их слушал очень внимательно, и вот один из кандидатов, Тим Райан, когда он, причем, опять же, заметьте, он демократ, и когда он сказал, что, ребята, вы с ума посходили с вашими сингл пейер, мы должны просто взять все то хорошее, которое есть в Обама Керр, оставить, и на этом мы должны как бы надстроить еще лучшие варианты, то его тут же со всех сторон ну, чуть ли не заплевали, то есть, представляете, на сегодняшний день демократ, который смел вспомнить Обама Керр, его уже сегодня заплевали, но мы почему-то этого не слышали, такой реакции, когда был в власти Обама, это первое. Теперь, вторая вещь, я все-таки хотел бы отреагировать на звонок нашей постоянной радиослушательницы, которая спросила насчет Элизабет Уоррен. Вы понимаете, что сейчас происходит? Элизабет Уоррен на сегодняшний день скорее всего является кандидатом номер один. Почему? Потому что Борни Сандерс, он очень серьезно сдает свои позиции, Джо Байден, нет, он еще, как говорится, удерживает свои позиции, хотя очень шатко и очень так неуверенно, и вот скорее всего, что Элизабет Уоррен начинает, как говорится, победный марш к достижению цели. Так вот, почему она говорит насчет инфраструктуры сейчас? Давайте разобьем сразу на четыре пункта. Пункт номер один. В свое время, когда избирался Дональд Трамп, одно из его так называемых проектов, это именно была инфраструктура, значит, если вы помните, у него был проект номер один, это построение стены, проект номер два, это реформа, налоговая реформа, чтобы урезать немножко налоги, проект номер три, это был иммиграционная ситуация, и проект номер четыре, это была решение вопроса по инфраструктуре. Значит, Трамп в первом своем вопросе, он фактически сегодня добивается ошеломляющих результатов по поводу стены, потому что стена строится, причем строится серьезными темпами, и уже видно, что в принципе как бы этот вопрос даже уже никто не поднимает, потому что они поняли, демократы поняли, что они этот вопрос проиграли, во-первых, они это проиграли из-за того, что происходит сегодня на границе, во-вторых, они проиграли из-за того, что вот если не строить стен, то есть, они увидели, что откладывание постройки стены приносит страшные результаты по поводу количества людей, переходящих нелегально границ, поэтому они вроде бы стену как бы оставили в покое, наверное, они еще это все вспомнят поближе к выборам, но по крайней мере сегодня это как-то так ушло на как бы второй план. Теперь, по поводу налоговой реформы, он уже это провел в жизни, поэтому об этом говорить не о чем. Следующая, миграционная реформа, все прекрасно понимают, что до тех пор, пока демократы не согласятся на определенные уступки, никакой реформы не будет, и вот так вот это будет, как говорится, переваливаться с одной ноги на другую до тех пор, пока, надеюсь, Трампа не переизберут на второй срок, и тогда, может быть, действительно, он что-то сможет решить и с эмиграционной реформой. Так вот, о чем же остается говорить демократу, который пытается стать номинантом от демократической партии, который пойдет потом соревноваться с Трампом, да, значит, опять же, номер один это инфраструктура, то есть, почему Элизабет, я бы просто подвел вас к тому, почему Элизабет Уоррен сегодня так вдруг, как говорится, перескочила на вопрос инфраструктуры, потому что она должна как-то выйти на уровень диалога с Трампом, то есть, она готовится к этому, и она не может противостоять Трампу по постройке стены, она не может противостоять Трампу по налоговым реформам, она не может противостоять Трампу даже по иммиграционным реформам, значит, отсюда у нас остается что? правильно, остается вопрос инфраструктуры, причем, если для Трампа этот вопрос абсолютно такой действующий, животрепещущий, для демократов это очередной так называемый лозунговый подход к делу, то есть, самое главное выкрикнуть лозунг, даешь инфраструктуру, как они не собираются ее менять, и самое интересное другое, почему за столько лет, за 8 лет президентства Обамы не была улучшена инфраструктура, об этом никто не говорит, все умалчивают, значит, сейчас вроде, вот главное что, правильно, пообещать, давайте пообещаем, что мы сделаем, заменим, обновим инфраструктуру, и вот на этом мы выйдем с Трампом как бы на одну платформу диалога, и теперь мы с ним будем соревноваться в том, кто лучше обновит эту инфраструктуру, вот вам, в принципе, примерно, почему она так говорит, добрый день, вы в эфире, добрый день, добрый день, я что хотел сказать по поводу инфраструктуры, интересно, как она будет с профессиональным строителем, или вы прям спорить, это вообще-то, какой-то цирк, извините, это раз, второе, по поводу иммиграционной реформы, иммиграционная реформа была провалена, вы же знаете, не только демократами, но и республиканцами, конечно, вы вспомните, это было замечательное предложение этого репрезентства Goldwater, вы знаете, о чем я говорю, провалено половиной республиканцев, так что, пока не пройдет именно в республиканском лагере переход к действительно консервативным и заботящимся об Америке, а не о своих корпоративных спонсорах, ничего не будет, просто ничего, не в демократах дело, это было в пределах реальности, достижено, если бы республиканцы этого действительно захотели, но, к сожалению, все республиканцы консерваторы. Да, абсолютно с вами согласен. Спасибо большое, прошу прощения, мне нужно сейчас прерваться на наше Station ID и очередную рекламную паузу, и, пожалуйста, оставайтесь с нами, как только мы вернемся, я, конечно же, приму ваши звонки. Спасибо всем огромное, оставайтесь с нами. Ну что же, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, опять же, я его ведущий, Анатолий Червец, номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Итак, мы продолжаем, и перед тем, как начались звонки, я бы хотел все-таки немножко продвинуть свою мысль, которую я пытаюсь протолкнуть, наверное, с самого начала передачи, а мысль моя о том, почему же все-таки евреи продолжают голосовать за демократов. И я так немножко посидел, поанализировал эту ситуацию и пришел к выводу о том, что все-таки демократы, как бы они не, какая бы у них не была суть идеологии, в чем бы они не пытались, допустим, там, захватить власть или расширить влияние правительства и так далее, но, тем не менее, демократы всегда, всегда поддерживали, в большей своей степени поддерживали государство Израиль. И, наверное, вот тут, в принципе, это было огромное различие или отличие от того, что происходит сейчас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Леонид меня зовут. Здравствуйте, Леонид. Да, я тут работаю в одной транспортной компании ЕБР. И вез еврейку одну женщину. Очень хорошие разговоры и сюда о том и всем дошли до политики. Трампа не любит. Почему? Он аферист, он такой секой, он ненавидит людей, бла-бла-бла. Он говорит, израиль, столько идет, такой, хорошо. он с Израилем дружит. Он не с Израилем дружит, он дружит с Натаньяку, который такой же, как он, аферист и коррупционист и так далее. Вот, нормальный человек с виду, хорошая женщина. Да, да. Вот ее мнение. Там в мозгах не поковыряешься. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот, самое главное, я так понимаю, опять же, по моему мнению, идея в том, что можно быть республиканцем, можно быть демократом. Но, в моем понятии, опять же, я никогда этого не скрывал, я лицо еврейской национальности, и поэтому для меня, у меня очень много друзей живет в Израиле, и поэтому для меня Израиль имеет не последнее значение. Так вот, для меня абсолютно в свое время, до тех пор, пока не начались сумасшедшие, как говорится, разделения или отделения демократов от республиканцев, в принципе, до тех пор, пока наше правительство, американское правительство, поддерживало государство Израиль, и до тех пор, пока мы подписывали определенные договора, очень часто можно спорить о том, насколько эти договора кабальны или нет для Израиля, почему, потому что очень часто деньги, которые они получали, они имели право расходовать только на вооружение, купленное только в Америке, то есть есть нюансы, но тем не менее, государство Израиль всегда поддерживалось ровно до тех пор, пока в Америке к власти не пришел президент Обама. Большинство из вас уже были в стране в 2008 году, не знаю, насколько вы следили за политикой в то время, насколько вы следите за политикой на сегодняшний день, но с приходом Обамы к власти отношения между Америкой и Израилем все ухудшались и ухудшались и ухудшались и пришли в принципе к той точке, где если мы сегодня уберем вот эту составляющую президента Трампа как человека поддерживающего Израиль, если мы эту составляющую уберем, то наша страна фактически стала бы абсолютным противником государства Израиля. И вот тут действительно приходит в голову мысль. У меня такое впечатление, что еврейская диаспора, именно евреи в этой стране еще не переключились на тот факт, что демократическая партия абсолютно перестала существовать как партия поддерживающая государство Израиль и превратилась в ничто другое как в полнейшую антисемитскую организацию, причем антисемитская организация, которая в себя включает и лиц еврейской национальности в виде сенаторов и членов палаты представителей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы знаете, Обама ведь не сделал вот то, о чем вы говорили. Евреи голосовали за демократов до того, как Обама пришел в власть, подавляющее большинство. Они голосовали за демократов, они поддерживали картера, они выступали против Макейна, когда он выступал против Обамы, и против Громни, когда он выступал против Обамы. Это не играет роли. Почему это происходит, я не могу понять. Даже когда этот человек выступил и сказал, Трамп такой, 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 и все его евреи поливают. Да, он действительно такой, но кроме у меня еще такое мнение, что он сидит под Путиным. Ну, да. Почему, почему, непонятно. К сожалению, непонятно. Ну, вот смотрите, как с этим бороться. наверное, не так давно подключились, потому что я начал передачу именно с того, что евреи испокон веков голосовали за демократов. Это было. И почему они голосовали за демократов в тот момент, было понятно. Потому что демократы считались более такими социально направленными правительством или идеологией. Они пытались помочь всем серым, бедным и голодным. и так далее. То есть, это я могу понять. Но, вот что я не понимаю, это то, что евреи сегодня голосуют за демократов, наверное, не осознавая то, что демократы уже не те демократы, которые были до Обамы. Это демократы сегодня, которые превратились в абсолютных антисемитов, которые превратились в абсолютных трусов, которые вообще даже не пытаются противостоять вот этим антисемитским направлениям в демократической партии, в палате представителей, вот эти Ильхан Умар, вот это Ращита Тлоим. Я прошу прощения, я вас выключу, потому что ветер очень сильно дует мне в ухо. так вот, вы же понимаете, что если бы при других обстоятельствах, если бы евреи в той же демократической палате представителей или в том же сенате, если бы они встали дружно и сказали нет, вот этим двум, ну, не хочу их обзывать, это ниже моего достоинства, но если бы они сказали этим двум женщинам, что вы закройте свои рты, вы не хотите идти против евреев, потому что вы вылетите из наших рядов, как пробка из бутылки шампанского, вот если бы такое произошло, понимаете, и вот тогда я бы мог понять, что евреи продолжают голосовать за демократическую партию, потому что это партия, которая продолжает следовать своим каким-то идеалам, но тем не менее понимает, что такие, как Окасия Кортес, такие, как Рашид Атлаиб, Илхан Умар, такие, как Илана, как ее там, то есть, что эти люди не могут высказывать свое мнение таким образом, как каким они это делают сейчас, ну и, конечно же, кроме этого, кроме того, что партия стала абсолютно антисемитской, боясь противиться вот этим новым, так говорится, вияниям, конечно же, они стали, ну, так, чтобы, опять же, не очень грубо выражаться, они стали просто партией негодяев, скажем так, почему, потому что, опять же, то, что они вытворяют в палатах, в комитетах, в сенате, именно демократы, это не, ну, не подлежит никакому описанию, никакому объяснению, но, тем не менее, вот, мне кажется, что евреи, которые сегодня продолжают голосовать за демократическую партию, это как раз те евреи, которые, как бы, пользуются вот этими фантомными болями, где они еще вспоминают вот ту демократическую партию, за которую они всегда голосовали, не понимая, что это уже не та демократическая партия, потому что иначе я просто не могу себе представить, как евреи могут сегодня голосовать за партию, которая абсолютно противостоит Израилю и поддерживает антисемитские настроения. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Алло, Алло. Да, да, говорите, пожалуйста. Да, добрый день, Анатолий. Вот из многих источников, многие, кто изучает левые движения, пришли к общему выводу, что изначально во всех левых движениях, во всех странах, особенно в период катаклизмов, во главе активисты стояли, как правило, молодые евреи, начиная с Французской революции. И в конце концов, вот сколько я не слушаю вашу передачу, почему-то вы не вспоминаете французскую школу, которую создали евреи в Германии. Юрий, спасибо большое. Я вам скажу честно, есть на то причина, почему я это не упоминаю. Я, моя задача, моя задача лично, я не, во-первых, не историк, это раз, во-вторых, я не являюсь специалистом по левым направлениям, понимаете, я не хочу углубляться в те дебри, где людям обязательно двери абсолютно все равно, что происходило в 18 веке или в 17 веке. Вопрос сегодня стоит в том, что мы живем в сегодняшнем мире. То, что происходило 100 лет тому назад, 200 лет тому назад, абсолютно не имеет никакого влияния на то, что происходит сегодня. Почему? Объясню. Потому что даже то, что происходило 30 лет тому назад в Америке, уже не имеет никакого значения сегодня, потому что сегодняшний мир настолько поменялся и течения настолько поменялись, что изучая истоки либерализма или истоки социализма или истоки еще чего. Оно на сегодняшний день абсолютно не имеет никакого значения. Никакого. Подвести черту можно под чем угодно, когда угодно и где угодно. Это не моя цель. Моя цель это общение с людьми, это выяснение некоторых вопросов, ситуаций и может быть как-то немножко помочь людям сориентироваться в том, что происходит сегодня. У нас достаточно есть людей даже на нашей волне. Это люди историки, это люди специалисты, это люди американисты, которые изучали очень глубоко течение в свое время в Америке и так далее. Поэтому я об этом не упоминаю. Я честно просто это не моя цель или не есть та цель, которую я преследую. Итак, человек, который сказал, что люди голосовали и до Обамы, да, люди голосовали и до Обамы, но, к сожалению, с приходом Обамы к власти полностью поменялись вот эти все течения, вияния и так далее в демократической партии. Потому что как бы мы не относились к демократам, допустим, времен Билла Клинтона или времен Джимми Картера, как бы мы к ним не относились, это была абсолютно, абсолютнейшая другая партия. И поэтому сегодня я вот больше склоняюсь к тому, что демократы должны поменять название своей партии. Они не могут сегодня называться демократами. Почему? Потому что они сегодня абсолютно не то, что не напоминают, они действуют на 180 градусов разворота к тому, кем была демократическая партия до прихода Обамы. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Толик, привет. Привет. Я в прямом в эфире или опять я звоню на запись? Нет, ты в прямом эфире, Вешка, давай, жги. Окей, знаешь, говорят, яблоко от яблони далеко не падает. Вот дети, родители леваков зачастую вырастали тоже левыми, как их дети и внуки. И биология им всегда застилала глаза. И она остается по сей день. То есть фундаментом их политические предпочтения. Давай буквально, как ты говоришь, две секунды. А долгие годы, десятилетия евреями была закрыта дорога на высокие посты. Были квоты в учебные заведения, как в Советском Союзе. Существовала процентная норма для евреев, абитуриентов, ну и так далее. Тогда республиканская партия правила. Вот дети, внуки, правнуки, евреев 20-х годов, они знают о дискриминации только по семейным рассказам, по фотографиям. Но они сохранили, как ни странно, верность вот этой вот демократической партии, которая не подвергала дискриминации родителей и прародителей. И они давно пришли к выводу, что демократическая партия это их партия, и кандидаты этой партии, это их кандидаты. И евреи просто-напросто закрывают глаза на демократов, чьи деяния не делают чести американскому гражданину добропорядочному, будь то политике или общественных деятелям. Сколько раз мы сегодня вот разговариваем с американцами вот по поводу Холокоста, по поводу погромов, которые были в России и Украине. Они же об этом ничего не знают. Они знают, что действительно был там Холокост. Ну, убивали евреев. Они же не знают, сколько их убивали. Как убивали в Италии, никто не знает. Когда-то Клинтон обещал поддерживать Израиль и давать им военную материальную помощь. Вместо этого, что Обама делал, он давал деньги палестинцев. Ты помнишь, буквально за пару дней до конца своего пребывания в Белом доме он отправил палестинцев, я не помню сколько, то ли 200 миллионов, то ли... Миллиардов. Бери в миллиардах. ...помнишь, да? Да, конечно. Ну вот, и перед глазами стоит фотография, когда Хиллари Клинтон целуется в рамале Суха и Арафат, супруга террориста Ясера Арафата. Да. К сожалению, сегодня процент, который голосует за демократов, очень сильно увеличился, и, по-моему, он достигает 70 с чем-то процентов. Поправь меня, если я не прав. Ты знаешь, Олежка, я тебе скажу, меня больше интересует вопрос, почему евреи голосуют за демократов, не почему так много демократов. Я понимаю, почему так много демократов. Я имею в виду 70 процентов не демократов, а евреев, голосуют за демократов. Ну, 74 процента сегодня. как говорится, испокон веков. Да, вот это была примерно цифра, которую представляли евреи, голосующие за демократов. Но, опять же, Олежка, это же было до того, как вдруг в палате начали выступать Ильхан Умар и Рашид Атлаиб. Атлаиб, да. Вот это мы не можем забывать, ты понимаешь? Меня не интересует, как голосовали евреи в свою бытность. Ну, они голосовали за демократов. Нет, не в бытность. Я говорю о том, что сейчас происходит, что сейчас, вот, когда были выборы, за Клинтон голосовало 72 или 4% евреев. Я не помню точную цифру. Ну, я тебе скажу, потому что во времена... у меня есть очень хорошие приятели американцы, дети вместе ходили в школу. И вдруг я на фейсбук, она пишет, вот и писать щит. Это было после того, как Трамп обратился к евреям, почему они не голосуют. Почему они не голосуют за республиканцев. То есть, она не написала вот и писать щит, когда Эль-Хам Амар и Рашид Атлаиб делали свои заявления в Конгрессе, когда они называли Трампа эф-вод и так далее. Ну да. Вот это они... Она не писала. Но когда Трамп написал, обратился к евреям, тогда они написали по поводу его... Ну, я тебе скажу, еще очень много... И поехала, то ли, секунду, и поехала. Олешка, не могу секунду, у меня другая линия. Другая линия. Спасибо, Дуль. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот нас всех удивляет то, что происходит по отношению к нашим... отношению наших американских евреев по отношению к Израилю. И вот предыдущий выступающий он правильно заметил, что есть этому хоть какое-то объяснение. Но меня удивляет совсем другое, что то же самое происходит и в нашем Израиле, скажем так, потому что там тоже общество разделилось, и многие евреи, вроде бы евреи, стоят на страже интересов тех, которые хотят уничтожить эту страну. и я знаю многих людей, которые горой стоят за интересами арабов и поливают этих правых, хотя я не пойму их тоже там точно так же, что мы не понимаем сейчас наших американских евреев. Вот это такое явление. Мне кажется, что это все управляемое. я думаю, что всему имеет какой-то есть ниточки куда-то ведут, я боюсь, что это ниточки ведут в Кремль. Ну, я, да, я не сторонник такой уж конспирологии, но я вам скажу, что меня действительно вот дергает за мои ниточки. Мои ниточки дергают то, что мы все-таки еще до сих пор в живых слава Богу, у нас есть многие дедушки и бабушки, которые, ну, в то время были, может быть, помоложе, которые попали в концлагеря, у которых есть выжженные номера или вытатурные номера на руках. И вот люди, зная то, что, понимаете, если бы это, если бы Холокост случился, допустим, там, в 1812 году, ну, я могу где-то понять то, что люди просто как-то поколения прошли, поменялись и уже притупилось это чувство горечи, чувство обиды и так далее, боли. Но при том, что у нас в Америке такое количество еще людей, которые имеют вот эти номерные знаки на руках и при всем при этом слыша речи, которые произносят Рашид Атлаиб, Ильхан Умар, Акасия Кортес, которые произносят многие в палате представителей, ведь память еще не ушла, еще не ушла, они живы, они, слава Богу, живы. Это люди, которых я считаю, вот честно, спасибо вам большое, я считаю, что людей вот этих нужно как можно чаще приглашать на определенные встречи. Мы с удовольствием ходим на концерты там певцов, артистов и так далее. Но я считаю, что вот именно надо находить людей, которые в свое время пережили вот этот Холокост, которые в свое время пережили нахождение в концлагерях, чтобы эти люди рассказывали в школах, чтобы эти люди рассказывали в публичных собраниях о том, что было тогда, что было 70 лет тому назад. Понимаете, мы сегодня, вот я, кстати, сегодня услышал объявление такое новостное о том, что в Калифорнии предложили в колледжах изучать вот не историю ЛГБТ, а как бы это сказать, отношение к представителям ЛГБТ. Представляете, я должен в колледже, мой ребенок, допустим, должен в колледже, его должны, ему должны объяснять, как правильно относиться к представителям ЛГБТ. Ну, понимаете, вот вместо этого, если бы мы пытались как-то все-таки приблизить людей вот к тем выжившим, к тем представителям того поколения, которое прошло через эту войну, чтобы хоть как-то все-таки поддерживать память и понимать, куда мы идем. Дорогие друзья, спасибо огромное. Давайте мы сейчас еще раз привемся на рекламную паузу, и обязательно приму ваши звонки. Будьте здоровы. Аминь, оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу Неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона 847-400-5200. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как и вы, не верил в констерологию. Но вот, однажды я проходил мимо еврейского района, у нас в Бруклине, в Вильямсбурге, если вы знаете, конечно, в Астану, религиозные евреи. Да. И они тоже не очень-то любят нашу Израиль. Вот. И вот, однажды, когда проходил мимо синагоги, меня ребята эти религиозные остановили, говорят, а ты еврей? Я говорю, да, ты хочешь заработать 50 долларов? А я в шутку сказал, ну да, а что надо делать? Вот завтра утром приходи, и вот за углом будут стоять автобус, мы поедем в Вашингтон, и будем протестовать против Израиля возле посольства Израиля. Окей, я приду, но я, конечно, не пришел. Завтра утром, уже на встрече утром, это было понедельник, я услышал в новостях о том, что турецкое схватилие было остановлено спецназом в Израиле, 10 человек погибли и так далее и тому подобное. И включил вечером после работы телевизор, смотрю, от себя показывают новости, и вот эти же ребята, которые предлагали мне заработать 50 долларов, стояли возле посольства Израиля в Вашингтоне и протестовали против Израиля. И вот у меня возникло тогда вопрос, откуда они знали, что это произойдет. Это было все спланировано, все было организовано. и вот то, что платили приплывет к Израилю и то, что это произойдет, все было по сценарию с кем-то придумано. Вы знаете, спасибо вам огромное, спасибо. Я вам скажу честно, я абсолютно не противец конспирологии. Я сам, если честно, большой любитель такой, если хороший, конспирологии. Я просто, когда мне кто-то упоминает имя ВВП, у меня тут же появляется такой, знаете, как защитный такой щит, который меня очень, ну, слава Богу, защищает от таких, такого рода конспирологии. То есть, я абсолютно верю в то, что, конечно же, кто-то в мире, который имеет достаточно силы, который имеет достаточно власти, который что-то там крутит. Я просто логически не могу понять. То есть, я, вот смотри, допустим, я понимаю, что, ну, вот есть в Америке, например, диаспора, выходцев из бывшего Советского Союза, которая здесь была, давайте говорить так, митингует против Путина. Ну, окей, это я могу понять. Вот, им не нравится Путин, они против него митингуют. Дальше, еврейская община здесь, в Америке, которая протестует против страны, государства Израиль. Почему? Потому что им не нравится, допустим, политика, которую проводит государство Израиль. Тоже, вот честно, могу понять, почему? потому что, ну, это, это действительно, это политика, это вещи, которые, слава Богу, что у нас, живя в стране, в которой мы имеем свободу слова, мы можем выражать свое мнение, так? Но, вот что я не понимаю. Сейчас приведу пример, может быть, это как-то прозвучит немножко утрированно, понимаю, но тем не менее, вот постарайтесь понять, что я вам сейчас скажу. Представьте себе, что кто-то баллотируется на выборах и его лозунг говорит «Голосуйте за меня, я постараюсь уничтожить ваших внуков». Окей? Вот просто поймите, о чем я говорю. Сегодня жителям Америки еврейской национальности, не только русскоговорящим, вообще, в принципе, евреям. Им сегодня явно дают понять на уровне правительства то, что те влияния, которые сегодня существуют в мире, направлены против не только государства Израиль, но против евреев, в принципе. Понимаете? против евреев, в принципе. То есть, своими словами, голосуйте за, например, там, ну, я не знаю, голосуйте за Нэнси Пелоси, она поможет уничтожить ваших внуков. ну, 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 как? Как? Вот, то, вот именно это я не могу понять в том, что происходит сегодня с евреями. Им четко, ясно, дают понять, что их ненавидят. Их же партия, которую они поддерживают, их ненавидят, и они продолжают ее поддерживать. вот тут, как говорится, теряется абсолютно полностью весь здравый смысл, и начинаешь задумываться, а действительно ли даже люди еврейской национальности в Америке просто понимают то, что им говорят, вдаются ли они в подробность того, что им говорят. И вот тут у меня абсолютно нет никакого объяснения в том, что если они это понимают и голосуют, ну, это вообще маразм. Если они это не понимают, но голосуют, то неужели здесь, в нашей стране нет достаточно людей, ну, давайте говорить так, ученых или религиозных персоналей, которые бы могли объяснить вот этим, вот эти же евреи, ведь они ходят в синагоги, они ходят, они празднуют Рашашана, они празднуют Песовер, они ведь это все празднуют, празднуют Суккот, они придерживаются Кошера, они придерживаются Шаббат, но ведь им четко дают понять, что их партия их ненавидит, и вот продолжая голосовать за эту партию, ну, я не знаю, я честно не знаю, я просто потерялся в догадках, и вот единственное, что мне пришло на голову, это то, с чего я начал эту передачу почти два часа тому назад, это то, что единственное объяснение для меня, почему евреи голосуют за демократическую партию сегодня, это потому, что они еще не перестроились на тот факт, или, может быть, не верят тому факту, что это партия антисемитов. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир в Сан-Франциско. Здравствуйте, Володь. Здравствуйте, Антали. Позвольте мне предположить следующее, все-таки, насколько мы знаем, еврейская наша национальность в силу генетики довольно-таки умная, и очень много образованных людей. И вот это вот образование здешнее, левацкое, то есть мы знаем же, к чему оно ведет. Да. Потому что это одна из причин. Ну, плюс, пропаганда демократов очень сильная. И тут мне хотелось бы даже параллель провести между еврейской национальностью и черным населением, которые тоже голосуют, собственно говоря, за полностью российскую партию, которая всегда была в общем-то за рабство и прочее, прочее. Да, наверное, где-то так оно и есть. Наверное, еще, конечно, не информированность населения. Вы знаете, меня больше всего в этом всем пугает одна мысль. Если евреи или те же чернокожие населения этой страны так поступают, потому что они считают, что их это не коснется, вот это, наверное, самая страшная пассивность, которая может вообще произойти с людьми. потому что если наши евреи сидят, прошу прощения, на своих пятых точках и говорят, ну, подумаешь, ну, окей, хорошо, там кого-то застрелили, там кого-то убили, там кого-то еще что-то, но ведь нас это не касается. Ну, да, это как вчера пришли забрали евреев, завтра пришли забрали там еще кого-то, а я вроде в стороне. Да, да. Для меня тоже добрались в результате. Ну, да. Ну, может быть, это просто какой-то люди просто не обращают внимания, занимаются своими делами, не слушаются это. Знаете, это получается такого типа, как вот анекдот, да, когда пошел лозунг, видите, жидов и черных, и евреи тут же спросили, а нас за что? То есть, ну, вот где-то так, то есть мы считаем, что мы, наверное, опять же, нас это не коснется. Володь, спасибо большое, мне есть. но опять же, да, еще Куклоксклан, который, в общем, был против евреев, против черных, который никто, никто, как бы, не ассоциирует с демократической партией, на самом деле, это так было. Абсолютно, причем, самое интересное, спасибо вам огромное, причем, они не только не ассоциируют, они дис, как это сказать, дис соусеи, то есть, они дисассоциируют себя вообще с этим. Добрый день, бывайте. Добрый день. Вот, некоторое время назад звонил Владимир, слушатель, я этот, Владимир, извините, не признаю, Зон Анатолий, и говорил насчет, что мы в руках Москвы. Вы заметили, что, когда вы слышите о всем могуществе ВВП, вас немножко корюшат, я с вами совершенно согласен, но вы знакомы с, был такой человек, его, к сожалению, умер, перебежчик, разведчик безменов. Конечно. Вы помните, что он сказал, что это была задуманная операция, начавшаяся еще со времен Кеннеди, все эти антивоенные пассажи, демонстрации, конечно, там были организаторы профинансированные из Кремля. Я думаю, что их долговременная политика в конце концов удавается. Начинает потихонечку срабатывать? Срабатывает, да. Может быть, может быть. Понимаете, ну, что все совпадает, точки над «и», когда расставишь, ну, просто как пазл, знаете, одно сошлось, именно те цели. Просто советский не дожил до этого, но зубы дракона проросли сейчас. Ну, да. Я вам скажу честно, я никогда не спорю ни с какими предположениями по одной простой причине. Если у меня нет фактов, опровергающих эти предположения, значит, они имеют место быть. Да, и в данном случае очень много подтверждающих, совпадает, просто все объявлены. что он рассказал, цели, средства, которые применены, просто один к одному в том, что мы видим в реальности. Абсолютно. большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Целых два часа. Мы были вместе. Спасибо огромное за ваше участие, за то, что вы оставались со мной, с нами. Продолжайте нас слушать. Спасибо огромное. Ну, и мы обязательно услышимся в наших последующих эфирах. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова